Нет, господин Пашинян, вы уже сделали свой выбор в пользу блокады коридора. Под оккупированным армянским шуши находится главный очаг геополитической борьбы, но трусливый армянский истеблишмент всячески пытается откреститься от шанса сделать геополитический выбор. Говоря о том, почему официально Ереван дал согласие на размещение наблюдательской миссии ЕС, а не ОДКБ, Никол Пашинян привел очередные инфантильные аргументы, в конце заявив, что всего этого нет геополитического контекста. Внедренный нарратив о том, что Армению ставят перед выбором между Россией и Западом, искажает всю суть геополитического контекста. Нет никакого выбора между Россией и Западом. Россия – это то, что сейчас есть в Бердзорском коридоре, в Арцеае и других провинциях Армении. Мы все видим, что делает Россия, мы слышим заявления западных политиков о том, что Россия не хочет открывать коридор и говорить о статусе Арцаха, слышим также подтверждение МИД РФ и Лаврова. Россия – это наше настоящее и прошлое, и если нас это устраивает, то не надо жаловаться Западу на гуманитарный кризис и риторику Алиева. Запад предлагает новую парадигму, не факт, что она будет полностью соответствовать ожиданиям армян. Тем более, с таким истеблишментом, который не в состоянии сформулировать ожидания. Но это шанс изменить то, что происходит с сентября 2020 года. В беседе с Сывалнет депутат Европарламента от Франции Натали Луазо заявила, что 20 февраля миссия ЕС, в которой будет 8 французских жандармов, прибудет в Армению. Министра Итгермании Анна-Лена Бербак сказала на пресс-конференции с Араратом Мерзояном, что в основном в составе миссии будут немцы и возглавлять ее тоже будет немец. Если бы Москва хотела это остановить, она бы уже это сделала. 9 ноября 2020 года именно Россия, а не ЕС, взяла на себя обязательства относительно трафика в Лачинском коридоре. Бездействие России не вредит ЕС, это вредит армянскому народу. Мы слышим скептицизм министра иностранных дел России Сергея Лаврова в отношении усилий, предпринимаемых ЕС между Арменией и Азербайджаном. Но мы также видим, что он занимает сторону Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха. Если у вас есть такие друзья, вам не нужны враги, считает Луазо. Министра иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак указала на угрозу негативного влияния России на продолжающийся конфликт вокруг Нагорного Карабаха. В Берлине отчетливо замечают опасения по поводу дестабилизирующего влияния России, заявила она. Она подчеркнула, что Берлин поддерживает суверенитет и территориальную целостность как Армении, так и Азербайджана, а решение Карабахского конфликта не может быть найдено в одночасье. В ответ Арарат Мерзаян обвинил власти в Баку в растаптывании заключенного в ноябре 2020 года соглашения с Арменией, заявил о гуманитарной катастрофе. Нагорном Карабахе ничего не сказал о политическом решении конфликта. Сегодня Пашинян на заседании правительства, говорят Бердзаре, вновь ничего не сказал о политическом урегулировании, заявив, что на смену гуманитарному пришел экологический кризис. Правительство Армении не просто сделало геополитический выбор в пользу России, блокады Бердзорского коридора, превращение Арцаха в гетто и остальной Армении, в зону свободной русско-турецкой торговли. Оно является провайдером русско-турецкой политики. Субтитры создавал DimaTorzok